так так это ящерица может быть приманим еще одну буракуду и будем ловить на живца вот он донный хищник, который обитает в этих краях и называется рыбоящийца, лизард фиш и к концу нашей поездки, у нас уже почти закончились все фирменные пилькеры и нам пришлось ловить на такую традиционную русскую блесну, которая называется кастмастер в простонародье оснастили тройником Овнер, она отлично работает вместо пилькера, собственно она пилькером и является давайте внимательно посмотрим на эту рыбу и познакомимся с ней поближе посмотрите, ну и брусковатое тело что здесь, что здесь, хвостовая часть очень мощная, брусковатая, вытянутая, просто абсолютный кусок мышцы вот в средней части есть два очень мощных плавника, которыми она видимо как-то там себя фиксирует на дне хвостовой плавник тоже довольно крупный, есть еще вот такой очень красивый акулий вариант спинного плавника и рыба довольно симпатичная с виду, но давайте взглянем ей в пасть это ужасная рыба, поверьте мне, друзья, такого зрелища нужно еще поискать и внимательно посмотрим на эти могучие зубастые челюсти каково если рыба откроет рот, я думаю, она может съесть, наверное, еще такой же такого же размера как по мне, это просто классический вариант такого донного убийцы и я думаю, что оптимальная, наверное, форма уже и не придумаешь для рыбы очень стремительная, мощная, с огромным ртом, с чудовищной пастью которая оснащена тысячами и тысячами мелких зубов холодные зеленые глаза, дополняют картины в общем, рыба просто, что называется, оторви и выкинь давай, уплывай, дружок ну это мерзкое зрелище на самом деле порт, это, наверное, самое лучшее место, где можно половить самую разную рыбу и очень здорово, что порты здесь находятся везде есть какие-то вот такие грузовые порты, где мы сейчас ловим рыбку есть просто марины, где стоят яхты, есть рыболовецкие порты все они укреплены вот такими бетонными волноломами вдоль которых живет очень много разной рыбы наверное, лучше не придумаешь место, если есть желание половить рыбу чем окрестности такого порта их можно найти через Google Maps они легко читаются по карте любой местный житель подскажет, где есть ближайшие порты или марины и туда нужно отправляться в первую очередь для того, чтобы поискать какую-нибудь рыбешку понятно, что ловить можно далеко не везде например, вот как бы я не хотел оказаться за моей спиной вот там, под этими причальными стенками где наверняка происходит просто рыбное вахханалие но попасть туда невозможно но зато мы можем ловить на подступах и, как видим, здесь тоже что-то поклевывает в общем, короче говоря, порт это этакая рыбья столовая куда разные рыбки приходят поживиться а многие здесь просто постоянно живут и, конечно, есть определенная сезонность ловли в этих местах причем сезонность такая дневная то есть понятно, что утром и вечером, а также ночью сюда подходят рыбы из открытого моря в надежде покормиться местной мелкой рыбешкой которая живет здесь около луноломов постоянно днем здесь отличный рокфишинг ловится всякая прибрежная мелочушка каменная а вот утро и вечер, а также ночь это место для... это время, точнее, для трофея на рыбалке когда здесь можно поймать очень необычную и интересную рыбу и так далее Спасибо. Что это? Что там такое? Солнышко мне в глаз светит. Это как раз вход в марину. Вот здесь самое узкое место, где все лодки проходят. Кто-то там на дне живет. Наверное, это ящерица. Точнее, рыба ящерица. Да, вот она. Уэп! Некрупная рыба ящерица. Похоже на пескаря, правда, который водится в наших реках. Очень я их люблю, этих симпатичных рыбешек. Впервые узнал о них от моего товарища, который живет в Израиле и периодически в интернете, в своем рыболовном блоге выкладывает рыбу пойманных рыб. Там они почему-то отзываются о них с презрением. Ну, не знаю, чем это связано. Может быть, не кошерная считается рыба, или не модная, может быть, среди израильских рыбаков. Но мне она очень симпатичная. Злая, агрессивная, с зелеными горячими глазами, с огромными зубами, с чудовищной пастью. Мощная! Ух! Никому не посоветую оцеплять крючок без липгриппа. Мне кажется, она может... Ну, палец-то, наверное, откусить не может, но... Но сильно травмировать может. Все же, даже у такого небольшого пескарика, зубище там очень серьезное. Ура! А-а-а-а-а-а-а! Просто невероятное! И приплюснутая голова, вот здесь. Ну, и вообще форма тела, конечно, такая. Видно, что это очень серьезная рыба. И очень красивый, мне очень нравится камуфляжный цвет Вроде бы белое серебристое брюхо, а сверху вот такой коричневато-красноватый узор И хвост, очень могучий хвост Просто я ее держу сейчас, она круглая в сечении И хвост просто наимогучейший, я бы сказал Видно, что это просто единый сгусток мышц, который одним грибком сразу, мгновенно ускоряет эту рыбу Отпущу-ка я ее, страшно, самому уже Давай Кто-то под камень полезал Может, это ли камень, наверное, рыба? Вот и подошла к концу удивительная ночь в портовом городке Харфакан Сегодня мы добыли ската, рыбу-саблю И видели, как огромная барракуда у нас под носом просто растерзала несчастного лизарда Вот такой он курортный рокфишинг Но то ли еще будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!